на что лучше привать персик вот это те я говорю что надо обрывать эти подвойные расточки это вот толик-то мне и задался вопрос а вот очередной вопрос на что лучше привать персик проходили мы это вот смотрите персик на манджурция вот этот маленький так привет был в прошлом году сидел себе в этом сам почему они плохо растут здесь вообще они были довольно мощно под потолок сергей все поотрезал тут плохо видно они мощно под потолок вот эти это сеянцы хасанского так они были однолетние когда им исполнилось два года и пошел третий он зацвел на третий год а привитый он за персик хасанский но привитый на манджурский абрикос он оказался таким маленьким но еще причина есть потому что поливал очень мало поливал все время сухая земля все время но посмотрим что получится почему я так сделал я экспериментатор если у шаломая сахалине мои персики увеличились размером до вот такого увидели а у меня они остались вот такие то есть 45 раз как минимум я решил потрить этот опыт вот повторяю а так как у меня место было мало я сюда значит привил прямо привил за столом и оставил тут его вот а за столом привитая не всегда стоит в росте ну посмотрим может быть пару персиков повесим вот короче отвечаю на ваш вопрос самое лучшее это манджурский абрикос вот но еще лучше манджурский абрикос на котором уже персики росли но это идеальный случай про это чуть ниже и вот мне толик позигон прислал вот эти фотографии это мои косточки обратите внимание косточка под землей была когда она еще будучи под землей впивается в землю вот такой рычаг страшной силы вдруг со страшной силой начинает выталкивать вот так показываю потому что это трудно понять вот смотрите вот так вот то есть она вот так вот так вот со страшной силой все на месте после этого семидоли там где надо вот чуть не назвал фамилию кто до сих пор меня не понял хотя хотя более раскрученный семья и с этим женистинским образованием так вот сам принцип вы поняли спасибо толик у вас дела пошли и вот у вас дело пошло вот так вот обратите внимание наверняка это как я говорил значит делаем садим бой но это как на перекладных промежуточный этап так бывает вот при каких-то обстоятельствах то есть торфяно горшочек а сверху полиэтилен чтоб он не сох ну что поздравляю спасибо за фотографии они пригодятся и тут вы мне свинью подсунули вы говорите константин если его растет двойной вот такой вот что мне с ним делать я не знаю а может отрезать я бы не стал ну че он вам мешает ну растет и растет значит судьбой задуманной а вот еще толик ваша фотография это вы прислали фотографию а и сами назвали что это биологическая несовместимость вот видите вы насколько уже стали грамотно вот пример биологической несовместимости я свою фотографию приспандаривал здесь у меня когда отвалился да запоминайте вот этот рисунок говорит о том что вот эта нижняя часть отвергла верхнюю часть здесь тоже самая сущая это вот этот рисунок запоминайте его ну а сердцевина что сердцевина видимо он для этого пересаживался еще раз говорю сердцевина загнивает если только не выполнен главное требование посадил семечку и ни разу не то что как Сергей хоть один раз да вынужден выкопать два раза это вообще уже инвалид а вообще ни разу не пересажены на коленках его привили вот только тогда вот это вот замевание не будет любая пересадка это сильнейшая обрезка за помню что то и